Здравствуйте, дорогие зрители! С вами GamePilotNews, и это значит, что в ближайшие несколько минут вы узнаете о самых важных новостях за прошедшую неделю. Сегодня в выпуске. Закрытое бета-тестирование игры Survarium. Rockstar Games готовит игрокам редактор карт для GTA Online. Новая часть Warhammer 40 000. И многое другое. Украинская студия Vostok Games вышла на закрытое бета-тестирование своего первого проекта — игры Survarium. Разработчики отметили, что этап альфа-тестирования завершен, и первые пользователи смогут опробовать бета-версию игры. Задачами бета-тестирования станет баланс различных систем геймплея, включая экономику игры. Разработчики также планируют постепенно увеличивать нагрузку на игровые сервера, а значит, в скором времени все больше и больше игроков смогут принять участие в тестировании. В настоящий момент Vostok Games занимается рассылкой приглашений игрокам, которые подали заявку на участие. Также на официальном сайте проекта появится модуль «Лотерея инвайтов», где все желающие смогут попытать счастье и получить ключ на доступ к тестированию. Каждый час разработчики разыгрывают по три ключа на доступ к тестированию. В игру также добавили две новые локации — «Таракановский форт» и «Мамаев курган», а также переработали некоторые существующие карты. В игру также планируется добавить появление аномалий в случайных местах, чтобы разнообразить геймплей. Дата релиза Survarium пока неизвестна. По планам разработчиков, во втором-третьем квартале выйти на финальную стадию бета-тестирования, поэтому релиз может состояться уже в 2014 году. Игра выходит эксклюзивно на ПК. Разработчики интерактивного сериала The Walking Dead опубликовали новый скриншот второго сезона своего проекта. На изображении появился еще один персонаж, знакомый игрокам по первому сезону сериала. Команда Telltale Games обсуждала возможность публикации нового скриншота публично в Твиттере. В итоге геймерам все же досталось изображение, которое можно назвать тизером возвращения знакомых персонажей в игру. Омид вернется во втором сезоне The Walking Dead, вероятно, вместе со своей подругой Кристой. По мнению многих фанатов игры, шансы на выживание обоих персонажей в конце первого сезона были максимальными. Разработчики The Walking Dead до сих пор не опубликовали точную дату релиза первого эпизода второго сезона. Известно, что первый эпизод появится под названием All That Reminds на PlayStation 3, Xbox 360 и ПК в декабре 2013 года. В сеть просочилась первая видеоработа редактора GTA Online. В ролике представлен небольшой обзор готовящегося инструмента для создания пользовательского контента. Команда Rockstar Games уже давно обещала представить игрокам редактор, где пользователи смогут создавать собственные гонки и миссии. В ролике продемонстрирован вид на Лос-Сантос с высоты птичьего полета. На карте можно будет выставлять маркера, на который будут назначены различные события для гонок и миссий в игре. Информация появилась от того же источника, который ранее опубликовал данные о новом дополнении GTA Online, в котором появится игра в казино, охота на акул, торговля наркотиками и стрит-рейсинг. Разработчики из Rockstar Games пока не подтвердили эту информацию. The Creative Assembly и Sega анонсировали полноценное дополнение для стратегии Total War ROM 2, получившее название Total War ROM 2 Caesar & Gal. Его релиз состоится 12 декабря, а стоимость составит 14 долларов 99 центов. Аддон предложит новую кампанию, действие которой развернется во времена Гальской войны, с 58 до 51 годов до нашей эры. Так как кампания занимает короткий промежуток времени, на каждый год отводится 24 хода. В связи с этим игроков ждет возвращение смены сезонов, что влечет за собой дополнительное влияние как на экономику, так и на ход бою. В Total War ROM 2 Caesar & Gal представлено 4 фракции. Арверны, Свейвы, Нерви и Рим. Кроме них дополнение добавляет 3 фракции для Total War ROM 2. Нерви, Бои и Галаты. Популярную фантастическую вселенную Warhammer 40 000 снова ожидает пополнения. И на этот раз за судьбу космических десантников отвечает британская студия U-Technics. В рамках договора с Games Workshop разработчики обещают выпустить Storm of Vengeance как для смартфонов с планшетами, так и для ПК. И произойдет это приблизительно в первом квартале следующего года. Сюжет новой Warhammer 40 000 будет происходить вокруг конфликта между космодесантниками из Ордена Тёмных Ангелов и Орками на планете Писайна 4. Пользователям предстоит либо руководить действиями небольшого отряда всего из сотни бойцов, либо пытаться сломить оборону Тёмных Ангелов и уничтожить их всех до единого. Сами создатели Storm of Vengeance описывают игру как некую лейн-стратеджи. Несколько дней назад вышло дополнение Annunciation для игры Batman Arkham Origins. Сюжет дополнения рассказывает о молодости Брюса Уэйна, когда он обучался единоборствам в запрятанном в горах Тихом Восточном монастыре. Известно, что одним лишь обучением дело не закончится. Брюсу придется сразиться с ниндзя, которые будут очень опасными противниками. Annunciation не станет единственным сюжетным DLC, заявили разработчики. Планируется выпустить еще как минимум одно сюжетное дополнение, которое раскроет секреты неких взаимоотношений героев. На этом выпуск подходит к концу, ну а вы можете поставить лайк, оставить комментарий и подписаться на канал. До скорых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok